Здравствуйте дорогие друзья, с вами Евгений Форева Мьюзик и сегодня я расскажу вам о настольной игре Ограбление Поп. К сожалению в Украине игра не продается, но добрые люди помогли мне ее доставить из Белоруссии. Автор игры Влада Хватил и издана игра ческим производителем игрушек Dynatoys. Количество игроков от 3 до 5, но можно играть вдвоем по особым правилам. Партия занимает где-то 20-30 минут, даже с самым максимальным составом 5 человек. Очень веселая и быстрая игра, не надоедает даже сыграв 2-3 партии подряд. Далее я вам расскажу об игровом процессе. Итак, сейчас я вам расскажу немного об игровом процессе Ограбление Поп. В игре имеются карточки мест. Количество карточек в игре выкладывается на 3 больше, чем игроков. Игроков может быть от 3 до 5. Есть также вариант игры двух игроков, но для него действуют особые правила. Каждое место помечено определенной буквой. И у каждого игрока есть главарь и его помощники, у которых также на карточках изображены буквы. Во время подготовки к игре мы выкладываем карточки мест, лишние убираем в коробку. Точно так же мы отбираем нужные карточки воров, лишние убираем в коробку. Сортируем карточки добычи 1-го уровня, 2-го уровня. Мешаем колоду тайников и выбираем подсказку по начислению очков. Находим здесь внизу, где у нас 3 игрока. Мы сейчас играть будем втроем. Вот она карточка. Пару слов о том, как начисляются очки. То есть игрок, набравший большее количество синих фишек, получает 3 очка. Остальные игроки, набравшие меньшее количество синих фишек, не получают ничего. Зеленых фишек. Первый игрок, набравший наибольшее количество, получает 3 очка. Второй 1. И так далее. В начале первого раунда мы берем карты добычи и раскладываем по одной, под каждой локацией. Карточки с изображением сокровищ. Желтые, синие. Показывают сколько красных фишек или синих фишек, желтых, зеленых получит игрок, если ему удастся украсть эти сокровища. Три вопросика означают, что игрок сможет выбрать 3 любых ресурса. Эта карточка универсально дает по одному ресурсу каждого типа. Эта карточка позволяет в конце игры прибавить к своему счету 1 очко. И так, как происходит игра. Например, синему игроку понравилась добыча. Вот буква Е. Он отбирает соответствующую карточку из колоды воров. И кладет ее, никому не показывая, слева от своей карты босса. Также определяем добычу, которую будет воровать желтый игрок. Например, ему понравился вот этот вариант, который прибавит ему 1 балл в конце игры. Он берет желтую карточку B и кладет слева от своего босса в темную. Точно так же поступает зеленый игрок. Но он решает не бросаться на серьезную добычу и забрать 3 желтеньких. Это самый невостребованный ресурс, потому что за него обычно все, кроме последнего игрока, получают положенные баллы. Вот он берет D и кладет слева от своей колоды. Теперь игроки должны выбрать информаторов, которые будут блокировать попытки соперников украсть какие-то сокровища. Например, синий игрок решает заблокировать возможность украсть сокровища под буквой B. Он берет соответствующую карточку и кладет ее справа или сверху своей карты босса. Желтый игрок решает заблокировать вопрос, то есть 3 случайных ресурса. Он берет карточку C и кладет ее с другой стороны в закрытую от своего босса. Зеленый игрок решает заблокировать сокровища под буквой E. Выбирает соответствующую карточку и кладет ее с другой стороны от своего босса. Когда все игроки определились с выбором, начинается раунд. Игроки выкладывают свои карты воров под сокровищами. А информаторов выкладывают над карточками мест. Итак, что у нас получилось? Карточки, на которых нет ни информаторов, ни воров, уходят в сброс, так как, как написано в правилах, служащий унес на склад сокровища. Эти карточки уходят сразу. Здесь синий игрок заблокировал желтого, никто не получает сокровища. Здесь желтый игрок заблокировал сокровища под буквой C, но его никто не украл. То есть, никто не пытался украсть, поэтому и это сокровище остается на месте. Зеленый игрок забирает три желтых фишки, потому что никто его не заблокировал. Получает три желтых фишки. Сокровище уходит в сброс. И здесь тоже синему игроку не удалось украсть сокровище, потому что зеленый его заблокировал. Карточки возвращаются обратно. И выкладываются новые сокровища. Когда сокровище первого уровня заканчивается, начинают выкладываться и стопки под цифрой 2. Начинаем второй раунд. Во втором раунде у нас появились новые сокровища. И синий игрок решает забрать легкую добычу, по его мнению, под буквой A. Соответственно, кладет карточку A рядом со своим боссом. Желтый игрок тоже решает, что на двоечку, на два зеленых сокровища мало кто позарится, поэтому тоже решает забрать его и кладет карту A рядом слева от своего босса. Зеленый игрок, думая, что многие могут броситься на зеленые фишки, попробует украсть три красных. Кладет соответствующую карточку слева от своего босса. Теперь выбирают информаторов. Синий, боясь, что кто-то может забрать дополнительный балл, выбирают информатора B. Желтые, не желая никому отдавать. Четыре сокровища выбирают E. А зеленые, знаю, что кому-то может достаться три случайных ресурса, блокируют сокровище C. Начинается раунд. Все вскрывают своих ворот. А. У желтых тоже А. У зеленых F. Теперь вскрывают информаторов. У синего B. У желтого E. У зеленого C. Получилась следующая ситуация. Сразу смотрим, какое это сокровище. Никто не блокировал, никто не воровал. Оно уходит в сброс. И здесь на сокровище претендуют два вора. Но так как они друг другу помешали, они не получают желанное сокровище, но зато находят тайники. И каждый из них получает по карте тайника. На этих картах изображено тоже по одному сокровищу, которые в конце идут в зачет. Поэтому каждый из них, синий игрок и желтый игрок, получают по сокровищу, по тайнику. При этом сокровище остается на месте. Здесь ничего не происходит. Здесь тоже. А вот здесь красный игрок снова, зеленый игрок снова получает свою добычу. Три красных фишки. Карты возвращаются игрокам. Выкладываются новые сокровища. И игра продолжается. Итак, давайте представим, что игра прошла. Все сокровища уже из колоды вышли. И идет последний раунд. Здесь мы видим две новых карточки. Это называется компромат. И если какому-то игроку удается украсть эту карточку, то его противники сбрасывают половину фишек этого цвета, округляя вниз. Например, синий игрок, не имея красных фишек, последний шанс хочет использовать, чтобы взять три красных фишки. Поэтому он выбирает вора под буквой F. Желтый игрок. Желая, чтобы противники сбросили половину своих желтых фишек, решает взять сокровище под буквой C. А зеленый игрок претендует на дополнительный балл в подсчете очков. Далее, выбираем информатора. Синий игрок решает защитить свое зеленое состояние, думая, что кто-то сейчас захочет взять компромат на зеленый и располнить его зеленые фишки. Поэтому он защищает E. Желтый игрок решает защитить дополнительную очку балл. Выбирает такую. И зеленый игрок решает защитить, чтобы кому-то не достались красные фишки. Поэтому он берет и защищает локацию под буквой F. Все, игроки готовы к последнему раунду. И выкладывают своих воров. F C B Выкладывает информаторов. E B F И что мы видим? А, уходит сброс. Зеленому игроку не удалось украсть дополнительный балл, потому что желтый его заблокировал. А вот игроку, желтому игроку удалось украсть компромат на желтый. На желтые фишки. Поэтому синий и зеленый игрок отдают половину своих желтых фишек в банк. Округляя вниз. У зеленого игрока их три, поэтому он отдает одну. Дальше. Это сокровище никто не украл. Здесь просто оно заблокировано. И здесь зеленый игрок не дал синему получить три дополнительных красных фишки. Игра закончена. Начинается подсчет очков. Итак, подсчитываем очки. Для этого каждый игрок открывает свои карты тайников. Чтобы добавить баллы с них к общему количеству. Итак, определяем победителя по синим ресурсам. Сразу видно, что это желтый игрок. Раз, два, три, четыре, пять. Пять синих фишек. У синего игрока раз, два, три. У зеленого две. Поэтому желтый игрок получает три очка. А остальные два игрока не получают ничего. По нулям. Дальше определяем, кто выиграл по зеленым ресурсам. Сразу видно, что это синий игрок. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть ресурсов зеленых. У желтого игрока два. У зеленого раз, два, три, четыре. Соответственно, синий игрок получает три очка. Зеленый игрок получает одну очку. А желтый не получает ничего. Дальше. По красным ресурсам. У синего одна красная. У желтого раз, два, три, четыре. У зеленого раз, два, три, четыре. Синий сразу ничего не получает. Ноль. А вот желтый, из-за того, что у них одинаковое количество ресурса, баллы суммируются. Три плюс два, пять. И делится пополам, округляя вниз. То есть, каждый из игроков получает, желтый и зеленый игрок получают по два балла. И желтый ресурс. Желтого ресурса у синего игрока одна фишка, у желтого две и у зеленого две. Соответственно, синий ничего не получает, а желтый и зеленый получают по три очка. Таким образом, синий набрали три очка, желтый набрали восемь очков, а зеленый набрали шесть очков. Победила желтая команда. Желтый игрок. Спасибо за внимание. С вами был Евгений Forever Music. Подписывайтесь на блог forevermusic.lifejournal.com Продолжение следует...